Итак, друзья, мне тут предоставили ранний доступ в Elden Ring, и в этом выпуске мы с вами разберём основных персонажей, точнее, основные классы, естественно, этой игры. И я, ну, может быть, дам небольшой совет, за кого легче начать, если вы никогда не играли в такие игры или играли очень мало. Я думаю, что профессионалам соус-жанра ничего рассказывать не нужно, они и сами во всём разберутся, потому что я думаю, что они прошли всё подряд и уже всё прекрасно знают о игре, видели другие ролики. Но тем, кому эта игра интересна, и те, кто всё-таки хотел бы понять, за кого лучше всего начать, здесь есть сразу несколько классов, которые являются универсальными, так, например, Бродяга. Бродяга у нас с вами, это по большому счёту такой неплохой воин, у которого есть щит, меч, но и больше, в принципе, никаких особенностей. У него хорошая сила, хорошая ловкость, большая жизненная сила, в этом плане как раз у него будет больше всего здоровья, то есть это одна из самых сильных его сторон в самом начале, что позволит вам довольно-таки неплохо выживать. У воина очень хорошо раскачана ловкость, как видите, этот персонаж начинает с восьмого уровня, Бродяга с девятого. У него два меча, и он, естественно, рассчитан для тех игроков, которые больше любят уворачиваться и наносить быстрые удары. Герой у нас с вами этакий живчик и силач, как видите, большая жизненная сила, стойкость, и изначально у него идёт очень неплохой топор. А также неплохой персонаж, у которого большая ловкость и довольно-таки неплохие показатели, это самурай. Я лично предпочитаю самурая большинства других классов, мне он прям очень понравился из-за того, что у него отличный лук, он может на большое расстояние хорошо поражать цели, отличная катана, есть щит, то есть он может и в ближнем бою шикарно себя чувствовать, при этом неплохо нанося урон. Ну а такой более-менее универсальный персонаж между магией и ближним боем, это духовник. У него хорошая сила, ловкость, довольно-таки большая вера, которая как раз влияет на его заклинания, то есть если вам будет недостаточно ваших бутылочек с лечением, у вас всегда будет возможность подлечиться при помощи его заклинаний. Мы рассмотрим всех персонажей на примере вот этих катакомб под скалой. Это такое мини-подземелье, оно не является сюжетным, здесь большое количество таких мини-подземельй, соответственно, это довольно-таки неплохой пример, чтобы показать их способности. И у нашего как раз бродяги есть одна неприятная особенность, на нем сейчас надета довольно-таки тяжелая броня, из-за этого все его перекаты очень-очень тяжелые. Но зато мы с вами имеем хороший щит и хорошую возможность парировать удары. Как видите, даже не запарировав, а именно заблокировав удар, мы просто выбили из-за равновесия противника, и что нам позволило его спокойно пробивать. Ну и после того, как мы его с вами выбили, нужно было максимально быстро, естественно, пробить его здоровье, то есть, естественно, бродяги это легче всего сделать. Не то чтобы легче всего, но действительно очень просто. То есть имея самое большое количество здоровья и при этом возможность вот так вот блокировать удар, у вас будет хорошая возможность, чтобы нормально научиться сражаться в этой игре. Но вот у ворот из-за этого персонажа это прям отдельная боль, они должны быть прям очень четко выверены, соответственно, из-за того, что у него гораздо медленнее сам по себе ворот. То есть в тот момент, когда удар происходит, чуть-чуть сложнее, честно говоря, чем за того же самурая, например. Но скорее всего вы просто привыкнете, и вам будет довольно-таки удобно, а потом, когда вы пересядете на другого персонажа, у которого у ворота гораздо быстрее из-за того, что у него легче одежда, как, например, духовник, потому что у него тоже есть щит, у него меч, но его одежда весит гораздо меньше, поэтому ему гораздо легче уворачиваться. При этом у духовника довольно-таки неплохой урон, и что самое главное, он может себя подлечивать не только при помощи бутылок, но и при помощи своего собственного заклинания, которое всегда с собой. Также у него есть заклинания, которые делают его шаги бесшумными, и, честно говоря, при помощи него справиться с этим боссом мне было в разы проще. То есть я его смог пройти буквально с первого раза и просто даже не парился. Но так как духовник, он вот как бы для меня очень привычный, и вот именно за такого персонажа я больше привык играть, именно в такого типа броне, из-за этого мне, наверное, все-таки попроще, чем за бродягу, хотя, как и сказал, бродяга очень хорош из-за того, что у него большая защита, большое количество здоровья, и он может справляться с обычными персонажами, не боссами, гораздо проще, а на боссе, если что, можно просто снять броню и уворачиваться он станет гораздо быстрее. Это вот как раз те два персонажа, которые я могу посоветовать новичкам, потому что за них, мне кажется, начать будет проще всего и легче всего разобраться. Ну, дальше там уже просто подбирайте статистики под то обмундирование, которое будете находить. Следующий у персонажа, который мы с вами посмотрим, это воин. У воина тоже есть щит, и да, он может использовать щит в бою, но в бою он его может использовать только как защиту от дистанционных атак. Таким образом мы с вами можем защититься, естественно, от этих выстрелов, но, если мы попытаемся заблокировать урон, так как это делал бродяга, у нас ничего не получится, и нас просто-напросто пробьют. Но, взяв во вторую руку меч, мы можем при помощи как раз, как бы, блока щитом на этой кнопке, у нас с вами будет атака с одновременно двумя орудиями. Как видите, мы просто разрубаем в мелкий пилингрет наших противников. Только, естественно, нам с вами нужно быть очень внимательными и не давать им атаковать нас, потому что они тоже атакуют довольно-таки быстро. Из-за этого нам нужно больше пользоваться уворотом, тем более, уворот у него просто шикарнейший, так как броня гораздо легче. Ну и, естественно, на бое с боссом мы будем как раз рассчитывать на наши увороты, на нашу большую атаку, точнее, большое количество урона. Но нужно не забывать про то, что вот эти сильные атаки двойные, они, естественно, тратят большое количество выносливости. То есть за выносливостью нужно следить постоянно. И это позволит наносить боссам огромное количество урона, но, естественно, всегда оставляйте немножечко выносливости для уворота. С героем примерно такая же история, из-за того, что у него довольно-таки легкая броня, у него неплохие увороты, но только очень низкая ловкость, очень высокая сила, то есть его атаки медленные, это нужно всегда учитывать, вы не сможете наносить большое количество атак, или они, точнее, не будут очень быстрыми, из-за этого каждое действие придется рассчитывать очень четко, очень грамотно. Но с щитом у него как раз такая же история, как и у бродяги, то есть он тоже сможет нормально блокировать урон от существ, при этом они будут терять равновесие, и, естественно, вы сможете пробивать в ответ, что вам серьезно облегчит прохождение за этого персонажа, но нужно учитывать, что у него гораздо меньше брони, и все-таки по нему будет входить гораздо больше урона. Ну, естественно, вы должны понимать, что по большому счету все эти классы это условности, потому что вы можете перекачать любой из них, то есть изменив его, естественно, одеть другое оружие, одеть другую броню, и у вас будет ваш персонаж играться и сражаться совершенно по-другому, то есть так, как вы захотите, так, как вы его настроите. В данном же видео я рассматриваю начальных персонажей, то есть кого вам взять, если вы никогда не играли, как вам легче разобраться с ним, но и, естественно, герой, кстати, выглядит тоже очень неплохим вариантом, но нужно учитывать, что у него все-таки меньше брони, чем у бродяги, из-за этого он будет получать немножко больше урона. Ну и, как я упомянул раньше, сам он тоже будет наносить больше урона противникам, что позволит немного быстрее их забивать, так что решайте сами, я вам рекомендую на самом деле протестировать и того, и другого, а тому же выберите того, кто вам больше понравится. Ну и мой любимый персонаж это самурай, у него очень высокая ловкость, остальные показатели довольно-таки усредненные, но при этом у него легкая броня, и он может очень хорошо и быстро уворачиваться, а самое главное, у него изначально идет лук, и при помощи лука он может забивать врагов дальнего боя. Таким образом, он получается очень универсальным, и при помощи него очень легко зачищать такие места. И естественно, у него также, как и у остальных, есть щит. Щит тут больше нужен для того, чтобы отпарировать, может быть, один-два удара, или точнее сблокировать один-два удара, то есть немножечко в него впитать урона, но в основном самурай рассчитывает на свою скорость и, естественно, катану. И естественно, еще одна очень, так сказать, важная особенность самурая, это то, что он очень быстрый, у него очень много выносливости, и это позволяет наносить огромное количество урона боссу, то есть при этом у тебя постоянно остается выносливость для того, чтобы можно было увернуться. Самое главное, не забывать о том, что когда ты нажал удар, пока анимация удара не закончится, увернуться будет нельзя. То есть бездумно закликивать, естественно, здесь боссов ни в коем случае нельзя. То есть нужно все время учитывать, что тебе придется уворачиваться от той или иной комбо-атаки. Порой нужно будет прожимать два раза у ворот или три раза у ворот, или уворачиваться в нужный момент так, чтобы, естественно, босс вот такой круговой атакой тебя не доставал. Потому что вот этот сербер-кладбище, он прям супер-супер простой. То, что я сейчас на нем как раз так и запинаюсь, это прям странно, честно говоря, потому что у меня с ним вообще уже давно никаких проблем нету, и для этого выпуска я его уже убил несколько раз. Но, видимо, видимо, очень сложно мне все-таки комментировать и справиться с такими боссами. Хотя, если сейчас просто немножечко поднапрячься и пробить ему парочку дополнительных ударов, все будет хорошо. И вот как раз одна из тех причин, почему мне лично так сильно понравился самурай, потому что именно за него у меня стало получаться убивать более сильных боссов. То есть вот то, что вы сейчас видели, это мини-босс в игре. Естественно, здесь есть, как и в обычных соусах, такие серьезные большие боссы, у которых очень много прикольных атак, которые нужно понимать, заучивать, понимать тайминги, запоминать их. И вот именно за самурая мне было легче всего с ними разобраться, легче всего, точнее, с ними сражаться. И именно за самурая я прошел двоих первых больших боссов в этой игре, и это получилось довольно-таки просто, мне даже не понадобилось большого количества времени. Я думаю, было бы абсолютно неправильно пройти мимо магических персонажей. То есть, в первую очередь, можно взглянуть на астролога. Это чисто такой магический персонаж, у него высокий интеллект, мудрость, ловкость. У него очень легкая броня, то есть одежда. Поэтому он очень быстро бегает, он очень хорошо перекатывается, соответственно, им можно будет очень хорошо уворачиваться. Чем, собственно говоря, вы будете заниматься большую часть времени, а остальную часть времени вы будете кладывать заклинания и при помощи них атаковать ваших оппонентов. Но, естественно, здесь на использование заклинаний тратится... Здесь это называется не мана, здесь это называется концентрация. Концентрацию можно восполнить при помощи бутылочек, точно так же, как мы восполняем с вами здоровье. Бутылочки на костре можно поменять То есть у вас с вами изначально есть 3 бутылочки красных, которые дают здоровье И одна бутылочка синяя, то есть это для обычных персонажей Естественно, для магических персонажей стоит это добро поменять Чтобы можно было, естественно, выпивать манну и таким образом ее восполнять Ну, точнее, здесь это называется концентрация, я еще раз повторюсь Вот, есть один маленький нюанс, что вначале, наверное, лучше к боссам не соваться То есть вначале немножко стоит поформить Поформить вот таких вот обычных мобов И потом, естественно, уже немножко напармив опыт и прокачавшись Прокачав несколько уровней, после этого можно, скорее всего, действительно будет пойти к боссу и сражаться с ним Потому что вам просто-напросто может не хватить концентрации, чтобы его забить Безусловно, на первый взгляд, игра за астролога, за мага вот этого Она выглядит даже проще, чем игра за какого-либо другого персонажа Потому что вроде он стреляет издали, у него очень высокий урон Он очень быстро забивает оппонентов, очень легко качаться Но как только дело дойдет до боссов, у него сразу возникнут проблемы Потому что у него очень мало здоровья, естественно, очень мало брони И ваша задача будет просто филигранно уворачиваться, уходить от боссов А чтение заклинания довольно-таки такая противная штука Поэтому нужно будет все время ловить момент, когда вы сможете атаковать босса И у вас получится постоянный какой-то танец Увернулся, увернулся, колданул, увернулся, вернулся, колданул При этом стараться держать дистанцию То есть этому нужно научиться Хотя, может быть, кому-то... Я не знаю, ну не мне это точно Потому что мне кажется, мне легче как раз сражаться за милишников Может быть, кому-то будет как раз проще За вот такого персонажа сражаться против боссов Проверьте сами, почему бы нет Может быть, вам будет как раз проще сражаться за него против боссов Потому что вот, например, этот босс, как видите У него есть такая атака, когда он стоит на одном месте и дышит огнем Соответственно, мы можем спокойно настреливать Но вот от этой атаки нужно спокойно, есть два варианта, либо убежать, либо естественно увернуться, я предпочитаю убегать, есть еще вот такая дурацкая атака, где он вас по-любому преследует и по-любому будет бить, то есть, ну это не дурацкая естественно атака, это вполне нормальная атака, вот, но она очень болезненная и от нее нужно обязательно вернуться, то есть тут ошибаться нельзя. Но как видите, за астролога этого босса завалить было гораздо, гораздо проще, чем за любого другого персонажа, которым я сегодня играл, но просто я ему уже играю не первый раз, я имею в виду астрологом и понимаю, что нужно делать. Как и сказал, желательно все-таки немножко подкачаться, качаетесь вы здесь просто сбором душ, может быть действительно вам будет легче за астролога поиграть. Качаетесь, естественно извините, не душ, а здесь это называется руны, здесь мы собираем с вами руны и мы уже можем прокачаться, но прямо сейчас мы с вами не сможем прокачаться в благодати, благодать это местные костры так называются, то есть естественно в соусе это были костры, здесь благодать. Просто так в этих как раз благодатях мы прокачаться не можем. Я предлагаю, давайте в этом выпуске я обязательно покажу, где можно прокачиваться, или точнее, что нужно сделать для того, чтобы можно было начать прокачивать уровни, чтобы у вас это дело разблокировалось, а самое главное, чтобы вы получили своего первого коня. Итак, в начале игры вы выйдете из этого как раз вот здания, соответственно выйдете в эту сторону, и вот прямо перед нами будет первая благодать. Первая благодать истощает вот такой луч, который отправляет нас к следующей благодати, находящейся в этой разрушенной церкви, если не ошибаюсь, ну или какой-то храм перед нами. Соответственно, давайте я вам покажу безопасный путь, потому что, как видите, прямо там, рядом с этой церквью, ходит садник. Этот садник, я не буду спойлерить, но это босс, это понятно, что это босс просто по его размерам. Так вот, для того, чтобы нам с вами можно было прокачиваться, нам нужно дойти к благодати около ворот. Для этого просто спрыгиваем и по прямой чешем до скалы, все время в ту сторону, в сторону того замка, пока не упремся в скалу, в которой находится как раз то самое подземелье, где я постоянно записываю этот выпуск, где я сражаюсь с монстрами. Как видите, вот здесь вот эта скала, и она уходит направо, что нам, собственно говоря, и нужно. Нам просто нужно пройти направо вдоль этой скалы, пока мы не дойдем до ворот, и около ворот будет благодать, около которой нам нужно отдохнуть. Чтобы бегать в этой игре, если вы вдруг не знаете, вам нужно зажать кружочек на контроллере от PlayStation, либо клавишу B на контроллере от Xbox. То есть та самая клавишка, где вы перекатываетесь. То есть, если одинарно нажимаете, то вы делаете перекат, если зажимаете, удерживаете, то вы бежите. Так, на всякий пожарный вдруг кто-то не знает. И вот около этих ворот находится вот эта благодать, около которой нам нужно отдохнуть. Я сейчас вырежу заставку, чтобы сейчас ничего не спойлерить, и, естественно, покажу уже только результат. Мы соглашаемся и принимаем помощь, и она нам дает костяный свисток. И, естественно, она теперь будет нас прокачивать, но она не будет каждый раз появляться, чтобы нас прокачать. Но теперь мы, наконец-то, действительно можем повысить наш уровень. Ну и два наших основных параметра, это интеллект и мудрость. Интеллект влияет на очки концентрации, а мудрость влияет на урон, на защиту от урона. То есть, здесь много всяких разных аспектов, много всяких разных прокачек. Этого я пока что еще не знаю, что нужно точно прокачивать. Естественно, я думаю, что концентрацию нужно поднимать, потому что вам иначе просто будет не хватать... Ну, будем называть ее концентрацией, все-таки, да, как здесь это названо. Вам просто ее будет не хватать для того, чтобы сражаться с противниками. Просто не хватать для того, чтобы забивать боссов. Единственное, где вы можете ее в большом количестве добыть, это просто в фарме обычных мобов. Их здесь огромное количество. Также мы можем теперь после разговора с ней выбрать свисток костяной. Свисток нужно его установить, естественно. Использовать. И таким образом призвать с кукуна. И вот тут вот начинается читерный геймплей за нашего астролога. Потому что... Потому что он может стрелять с лошади и спокойно уезжать от любых противников. Как понимаете, магические заряды, они бесконечные. То есть, ну как бесконечные? Их можно бесконечно восстанавливать. В то время как стрелы, например, тебе нужно покупать. Но, естественно, есть дистанция, с которой мы с вами будем попадать. То есть, это тоже нужно учитывать. Но теперь вы почти полностью неуязвимы. И с вами никто ничего не может сделать. Ну как неуязвимы? Вы в любой момент можете от своих противников просто убежать. Это, честно говоря, безумный чит. Ну и с какой-то стороны, это действительно, опять же, делает игру за астролога проще. Но, я сейчас просто не буду показывать. Потому что мне попросили ничего не спойлерить в этом выпуске. Не буду показывать основных боссов. Боссы жесткие. Боссы очень мощные. Они такие же жесткие, как и в большинстве других соулс-играх. То есть, у вас так или иначе возникнут какие-то проблемы с их прохождением. Если вы играете впервые. Если вы не играли ни в какие другие игры этого жанра. То, да. Вам, на самом деле, нужно будет для начала научиться хорошо уворачиваться. Прочувствовать своего персонажа. И, честно говоря, мне кажется, за астролога это будет немножечко сложновато сделать. Потому что у него уж слишком мало здоровья. И вам будет уж очень сложно сражаться с ними. Очень сложно справляться. Потому что буквально один-два удара, и он будет умирать. Лучше сначала взять что-нибудь чуть-чуть более толстое. Чуть-чуть более защищенное. Но вот фармить за него просто одно удовольствие. То есть, как видите, вот именно сейчас вот я поцапись это делаю. Это, господи, чит какой-то. То есть, вы форманули. Вернулись к благодати. Они отдохнули, восполнили свои бутылочки с восстановлением концентрации. Это фляга лазурных слез. И, да, чтобы слезть, левый стик зажимаем, и он слезает. Вот. И, собственно говоря, продолжаете фармить. До тех пор, пока вы не накачаете нужный вам уровень для того, чтобы пройти того или иного босса. Класс мерзавец мы с вами разбирать не будем. Просто потому что это самый-самый такой хардкорный класс. У которого первый уровень. Все статистики по 10. То есть, его вы будете брать, чтобы сделать из него все, что хотите. Слепить то, что хотите. Но, естественно, в первое прохождение не рекомендуется его брать. Потому что вряд ли вы будете понимать, что нужно прокачивать. Какой билд вы хотите сделать. Для начала нужно поиграть за кого-то другого. Поэтому его мы даже не будем смотреть. Заключенный. Заключенный это гибридный класс. То есть, он что-то может колдануть, и при этом он все равно может пользоваться одноручным оружием. Почему лично мне не нравится вот такой гибридный персонаж? Потому что он ни рыба, ни мясо. У него слишком мало здоровья, у него слишком мало концентрации. То есть, вроде ты и особо много колдовать не можешь. Плюс заклинание у него кастуется очень долго. И пока оно кастуется, ваш противник может 10 раз как-то так уйти, спрятаться, отойти. А оно, видите, ему нужно попасть. Оно будет лететь вот именно по такой траектории, пока не попадет. И от него противник может спокойно вернуться, подпрыгнуть, уйти. Получится, что вы манну просто потратили зря. Второй момент. У него нету щита. Соответственно, да, у нас с вами есть хорошие атаки при помощи меча. Но, если ты не понимаешь, как уворачиваться от таких боссов, как раз не боссов, а мобов, спрятавшихся за стеной, сидящих где-то на потолке, которые будут на вас сверху спрыгивать. Это доставит очень много проблем. Второй момент. Ты никогда не будешь знать, что ты хочешь побольше взять с собой. Каких бутылок? Бутылок маны или здоровья? Опять же, боссы будут доставлять большой, серьезные боссы. Не вот эти мини-боссы, которых я вот сейчас показываю. А серьезные боссы. Естественно, они будут доставлять массу проблем из-за того, что придется... Ну, это, собственно говоря, как и с астрологом. Придется безумно заучивать все вот как раз их возможные мувы. То есть, все те атаки, которыми они вас будут бить, вы должны их выучить и запомнить все. То есть, как каждая комбинация атак начинается. Как что будет происходить в бою. Потому что просто-напросто у вас очень мало маны, у вас... Точнее, концентрации у вас... Это легче, на самом деле, манной называть, мне кажется. У вас нет возможности ошибаться и промахиваться. У вас слишком мало всего. То есть, действительно, это можно нафармить, это можно прокачать. И, там, не знаю, еще и прокачать количество фляг, которые у вас с собой имеются. То есть, даже на стартовой локации вы найдете первое семечко. И при помощи него можно будет увеличить количество фляг. Но, все-таки, для стартового персонажа, то есть, для начала, я крайне не рекомендую выбирать вот этот класс. Потому что, ну, честно говоря, вы просто-напросто замучаетесь в определенный момент и просто бросите. Так, посмотреть, побегать, развлекаться, почему бы нет. Я ни в коем разе не могу порекомендовать Пророка начинающим игрокам. Потому что за него играть, на самом деле, довольно-таки сложно. Это такой странный персонаж, который будет сражаться в ближнем бою при помощи копья. Во всяком случае, в самом начале, естественно. А, во-вторых, у него будет заклинание поджог, как у пироманта. И, второе, заклинание лечения. То есть, мы можем использовать это дело на себя. Но, как видите, лечение лечит довольно-таки долго и легче, выпить, естественно, бутылочку. А, во-вторых, поджог, если мы с вами, опять же, его используем, из ладони вырывается огонь. То есть, чтобы его нормально применить, нам с вами... Блин, зараза, ты что, издеваешься, что ли? Хороший момент, игра выбрала для подсказки. На самом деле, подсказки стоит отключить, потому что вот это вот, на самом деле, показывает, насколько подсказки могут испортить вам жизнь. Так вот, сейчас попытаемся его поджечь и не умереть. Видите, насколько сложно его использовать, потому что вражеские персонажи тоже будут от вас убегать. Естественно, никто не хочет умирать. Да, он наносит большое количество урона этим как раз заклинанием. Но, вы должны находиться вплотную к вражескому персонажу. А это значит, что вы должны очень хорошо уворачиваться. И это тратит довольно-таки много концентрации, а у него изначально ее не так уж и много. Так что я не могу его посоветовать как стартовый персонаж для начинающих игроков. И последний класс в этом списке это бандит. Как видите, у него большая ловкость, большое коловство. Но, честно говоря, в самом начале за него играть довольно-таки сложно. У него очень слабенький ножичек. Естественно, этим ножом нужно пользоваться очень умело, очень грамотно. Лучше всего подходить сзади. У нас с вами также имеется у него лук. То есть, это второй персонаж, у которого изначально есть лук и есть стрелы. Мы можем прицеливаться разным образом. Мы можем прицеливаться через РБ и выстреливать в ту точку, куда мы хотим. И второй момент. Его щит, его баклер, он рассчитан только на то, чтобы делать репосты. То есть, варировать, а потом бить в ответку. Это называется репост. И этому нужно учиться. Этому нужно прям учиться, учиться и учиться, чтобы это получалось постоянно. А не через раз. Потому что, если это будет получаться через раз, вы будете получать огромное количество урона. Из-за того, что у него очень слабенький лук. Но серьезно. То есть, из-за этого у вас будут очень большие проблемы. Там можно натянуть посильнее, выстрелить. Мне кажется, в этом плане как раз самурай, если вы хотите поиграть и с луком, и с довольно-таки быстрым оружием и быстрым персонажем. В самом начале вам будет гораздо удобнее, гораздо проще начать играть именно им. Потому что за бандита нужно учиться играть. Это довольно-таки сложный персонаж. И я так понимаю, что скорее всего, вся его прелесть и вся его мощь раскроется только в мид-гейме. Когда у вас будет хорошее обмундирование, хорошая прокачка. Вначале довольно-таки сложно. А против боссов, я думаю, что практически невозможно будет с ними сражаться. Если вы этого делать не умеете. То есть, вот такой вот обзор классов для этой игры. Естественно, это не рекламный выпуск. Мне за это никто не платит. Мне предоставили ключ ранний доступ. С учетом того, что я сделаю не просто какой-то игровой выпуск, а что-то необычное. И я сказал, я сделаю свой совет по тому персонажу, за кого лучше всего начать новичку. И мой вам совет. То есть, можно начать легче всего. Прям легче всего сражаться и фармить с обычными мобами. У вас будет получаться за астролога. С боссами сражаться лично мне было легче за самурая и за духовника. Персонажи по типу бродяги, воины, героя тоже, в принципе, для этого подходят. Они очень неплохи в том плане, что у них довольно-таки мощные атаки. Естественно, у бродяги очень хорошая защита и очень большое количество здоровья. У воина очень мощные атаки двойным оружием и очень быстрые. Герои это что-то такое, нечто среднее между ними. Ну а дальше уже все зависит от того, как вы их прокачаете. Так что, моя рекомендация вот именно по самым стартовым персонажам. Это духовник. Это, естественно, самурай. И это астролог. На этом сегодняшний выпуск завершим. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем, в котором мы с вами начнем прохождение Elden Ring. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова